Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 прямой эфир. Вечер в самом разгаре, а значит самое время заняться собой. Сегодня мы расскажем и покажем, как быть обаятельными и привлекательными каждый день. Так что мы ждем ваших рецептов красоты по телефону прямого эфира 34 22 43, а также можете оставлять свои сообщения в Вайбере. Сегодня своими советами в прямом эфире поделятся и гости в нашей студии. Это психолог Людмила Тутынина, которая знает секреты расслабления. Аплодисменты. У нас в гостях сегодня Татьяна Гавриленко, врач гастроэнтеролог, которая поможет нам составить меню для красавиц. Татьяна, всем добрый вечер. Людмила, Татьяна, рада видеть вас. Гомельчанка Татьяна Калачева расскажет сегодня в прямом эфире свои хитрости по уходу за внешностью. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Ну а в качестве эксперта я пригласила в студию стилиста, визажиста Татьяну Лешинова, которая умеет, да, дорогие друзья, менять людей. Татьяна, здравствуйте. Вы знаете, вот разбавить наш сегодняшний девичник согласился известный музыкант, певец, композитор Макс Лоренс, который, кстати, обещал рассказать, на какие жертвы идут музыканты ради своей внешности. Макс, привет. Добрый вечер. Очень рада, очень рада видеть, дорогие друзья, вас в этой студии. Но для начала я думаю, что все-таки все наши женщины сейчас мечтают услышать волшебный голос Макса Лоренса на «Беларусь-4». Прямо сейчас. Ты снова далеко от меня, снова разделяют нас города, дороги и огни. Снова не могу без тебя, снова в голове надежда одна, что скоро встретимся мы. Сложно быть с тобой, это факт, по-другому быть не может никак, смирился с этим я. Задаю опрос, скажу так, поднимаю над собой белый флаг, победа снова твоя. Каждую ночь, каждый день в голове у меня лишь ты одна. Рву листы у календаря, понимаю, что скажу я с ума, зачем нам эта игра. Может, все отменить, но тебя я забыть, уже боюсь, не знаю как. Над собой теряю контроль, изнутри седает странная боль, зачем со мной ты так? Схожу с ума, я схожу с ума, если вдруг со мной рядом нет тебя. И кругом у меня голова, и мне уже не помогают слова, чтобы тебе объяснить. Давай закончим эту игру, у нас будто камень снова тянет ко дну, пора порвать эту нить. Я не бегу, я просто устал, надо в нож, его подный сигнал закончить все дела, все дела. Но я не знаю, как же нам быть, ведь тебя я не смогу отпустить, а ты не сможешь меня. Каждую ночь, каждый день в голове у меня лишь ты одна. Рву листы у календаря, понимаю, что скажу я с ума, зачем нам эта игра. Можешь все отменить, но тебя я забыть, уже боюсь, не знаю как. Над собой теряю контроль, изнутри седает странная боль, зачем со мной ты так? Схожу с ума, я схожу с ума, если вдруг со мной рядом нет тебя. Я схожу с ума, если вдруг со мной рядом нет тебя. Я схожу с ума, если вдруг со мной рядом нет тебя. Я схожу с ума, я схожу с ума, если вдруг со мной рядом нет тебя. Вот так вот, дорогие друзья, Макс Флорен, сегодня на «Беларусь 4». Спасибо большое, Максим. Но я думаю, что вот эти вот слова «Схожу с ума» наверное говорит каждая женщина, которая видит тебя, или по крайней мере, которой ты поешь эту песню. Ну, в любом случае, мне кажется, что артист, да еще такой внешности, как ты, да еще такого таланта, ну, часто как бы приковывает к себе внимание женщин. Ты страдаешь вообще от этого внимания? Сложный вопрос. Или тебе недостаточно? Дело в том, что я нахожусь под пристальным вниманием, и за мной следят люди, и следит мой директор, потому что она моя жена. Все понятно, полный контроль. Поэтому я думаю, что у меня шансов очень мало в данной ситуации. И мне кажется, что артист, наверное, должен не распыляться, а дарить именно свою любовь, свою энергию во время своего выступления, для того, чтобы оно было более ярким. Ты знаешь, у тебя это прекрасно получается. Эти аплодисменты для тебя, Макс. Спасибо большое. Мы еще сегодня услышим не одну песню в твоем исполнении. Кстати, дорогие друзья, все, что сегодня прозвучит в этой программе, это песня, которую написал сам Макс Лоренс. Ну, а сейчас к теме нашей программы. Вот смотри, середина недели, сложный день, уже вечер, да? Вот артисту, как никому, надо подумать о том, как же завтра хорошо выглядеть. А если еще выступления, да? А если еще какие-то прямые эфиры, обязательные встречи с поклонниками. Вот что ты делаешь? Какой твой секрет? Как ты, ну, скажем так, расслабляешься в конце дня рабочего, чтобы завтра, ну, остаться в форме, скажем так? Хочу сказать, что у меня расслаблений очень мало. Я нахожусь все время в таком состоянии, как такая напряженная пружина, я бы так сказал. Поскольку очень много разных задач я ставлю себе и решаю их же. Поэтому даже когда за окнами темно и в домах гаснут, как это говорится, огоньки семейные, моя работа продолжается. Я в основном работаю ночью и решаю студийные моменты для того, чтобы к утру они были готовы, чтобы можно было запустить процесс какой-то написания студийный. Потому что этот материал потом входит в студию, этим занимаются другие друзья, компаньоны, кто со мной работает. Подожди, то есть у тебя вообще нет возможности как-то... Я, конечно же, сплю, но когда я не сплю, я за рулем. А за рулем я тоже очень часто. Ну что ж, мне кажется, вот совет Людмилы Тутынина сейчас нужен очень не только тебе, но и таким трудоголикам, как ты. Люда, действительно, давай научим Максима расслабляться. Вот в конце рабочего дня. Все ради того, чтобы на утро быть свежим и привлекательным. Как это возможно сделать? Знаешь, Наташа, ну и Максу мне бы хотелось действительно вот этот вот... Не то чтобы даже совет, да, а как подарок, да, вот этот вот способ подарить, да. Очень простой способ, можно за рулем это делать, можно сидя там за кухонным столом, где угодно, да. И в прямом эфире элементарно. То есть я уже могу это делать. Да, мы можем с тобой попробовать. То есть это называется релаксация. Это очень известный способ. Но что для этого нужно? Для этого нужно просто сесть. Очень удобно, да, удобно. Как удобно, значит, чтобы под спинку что-то, да, ну не на табуреточке, а на стуле, да, опустить руки, да, опустить ноги, да, вот. Ну просто попробовать, чтобы все было в состоянии расслабления. И, конечно же, прикрыть глаза, глаза. И внутренне говорить себе, я расслабляю лоб, я расслабляю щеки, я расслабляю подбородок. И при этом дышать примерно вот так, как дышу я. Вдохнуть и я расслабляю руки, я расслабляю ноги. Я замечательно себя чувствую, я великолепно себя чувствую. Сегодня был прекрасный день, а завтра будет еще лучше. Мне крайне нужен этот отдых. Я отдыхаю две минуты, мне достаточно. Вот так себя уговаривайте. И после того, как две минуты прошло, открывайте свои глаза. Все, вы как будто спали целую ночь. Поверь, попробуйте. Ну, слава богу, никто не заснул в нашей студии. Я боюсь, что когда я закрою глаза, я напишу еще одну песню. Отлично, ты нам такой тоже нужен. Спасибо, эти аплодисменты для вас, ребята, вы молодцы. А как ты считаешь, что является главным оружием, ну, прости меня за этот вопрос, мужской привлекательности? Мне кажется, что мужчина должен быть в первую очередь аккуратным. Так. У него должна быть чистая обувь. Какая бы она ни была, рабочая обувь или эта обувь, может быть, выходного дня, она должна быть в хорошем состоянии. Тапочки, да можно? Тапочки не знаю. Кому как. У кого-то ковры дома, кто-то ходит по дорогому паркету, это прохлада на обнаженных пятках. Но аккуратность в мужчине должна быть всегда. Конечно же, есть легкая небритость, но даже у профессиональных артистов, музыкантов и актеров эта легкая небритость, она все равно поддерживаемая. А как ты считаешь, вот именно это качество привлекает современных женщин? Или может быть, есть что-то еще, что, ну, скажем, привлекает женщин в современных мужчинах? Ну, он не должен быть глупым, это точно. Так. Он должен увлекаться, он должен быть хобби, в первую очередь, он должен внимательно относиться к женщинам. Слушай, ну ты таких разбалованных женщин сейчас нарисовал, они прям всего хотят, только много. Не, ну почему, почему? Это норма. Это взгляд мужчины, а вот давай спросим все-таки у женщин. Сегодня у нас в гостях Татьяна Калачева, красивая, смелая, современная женщина. Татьяна, вот что в мужской внешности вас привлекает в первую очередь? Не торопитесь с ответом, подумайте. Для меня важно в мужчине, чтобы мужчина был состоявшимся на самом деле. А как это по внешности можно определить? Ведь мы же все-таки встречаем по внешности. Да, это видно. Если я вижу Макс, состоявшийся, интересный мужчина. Спасибо. То есть он сразу привлекательный? Да, он привлекательный. А скажите, мужчина с бородой, вот вам нравится, вот как Макс? Макс мне нравится. Макс вам нравится, а мужчина с бородой в принципе? Если это ухоженный мужчина, опять-таки, вот как говорит Макс, то, конечно. Главное, чтобы был ухоженный, чтобы это было достойно, чтобы это было современно, смотрелось, конечно, да. Кстати, современные психологи провели интересное исследование. Оказывается, женщин очень привлекают мужчины, но с 10-дневной щетиной. И вообще, по мнению женщин, борода делает мужчин мужественнее и суровее. Макс, я знаю, что ты любишь бородки всяческие, интересные бакенбарды. Это твоя страсть. Расскажи, почему вдруг и много ли хлопот это доставляет тебе? Я не знаю. Наверное, все-таки это идет с поколения в поколение, поскольку у меня, у отца всю жизнь были усы. Я никогда его не видел, кстати, с бородой. Может быть, только когда мы там работали и помогал ему, может, поставить. То есть это не дань моде. У тебя, скорее, традиция такая семейная, но немножко такая преобразующая. Наверное, все-таки это связано еще с каким-то генетическим фактором, поскольку, когда я увидел своего деда и прадеда, я увидел их с бородой и с усами. Я не понимаю, на фотографиях с ухоженной бородой, почти как у меня, только она длиннее. Вот, видимо, тогда это был признак, наверное, вот состоявшегося мужчины и плюс еще состоятельности, поскольку в то время... Ты имеешься до финансовой? Ну, наверное. В то время борода у мужчины считалась признаком богатства, поскольку уход за бородой был тогда очень таким тщательным, нежели сейчас. Не было же таких машин, понимаете? Ну, сейчас ты знаешь тоже, с появлением всяческих парикмахерских... Стригли ножницами какими-то такими, вот, наверное, расческами, причем не такими же, как и сейчас, а более такими древными, старинными. Наверное, это занимало очень много времени, как и любая прическа. Вот. А у меня это просто, наверное, связано, ну, с любовью, наверное, к сцене. Я видел какие-то образы, когда был молодым подростком, видел, как выглядели разные артисты. И, может быть, тогда в один момент это и родилось во мне, что это прикольно. Опять же, я начинал со стиля R&B, а там все носили бородки, усики и всякие там ожерелья. Это считалось просто данью этому стилю, потому что по-другому ты не выглядел по R&B. Это, наверное, осталось, потому что я к этому привык, и вот сколько я себя помню, я даже не дал сбрить бороду главному режиссеру Ревзину на «Новой волне», потому что он хотел, чтобы я был именно лысым и без бороды, вот, за что ему спасибо. И он сказал мне, что хорошо, что не согласился, тебе действительно идет борода. Вот. И таким образом про это все у меня уже до автоматизма дошло. То есть у меня есть три образа с бородой, какие они могут быть. Легкая борода, полностью заросшая и аккуратная. Хорошо. А самая длинная вот такая была когда-нибудь? Я отрастила даже себе бороду длинную, потому что вот эта мода все-таки, она и пошла, и захотелось немного поэкспериментировать. Но мне сказали, что она не особо идет, я превратился из R&B в хардрокера или там в рокера. Поэтому я решил этим не заниматься. Спасибо большое. Людмила, ну вот смотри, вот Макс так интересно определил, и борода, это даже была когда-то и показатель финансовой, да, такой вот состоятельности человека. А вообще сегодня что говорит борода о мужчинах? Вот смотри, Наташ, женщина же не может отрастить бороду, правда? Ну да. Ну это само собой разумеющийся момент. А мужчин, отращивая бороду, он не просто попадает в гендерный пазлик, да, он увеличивает этот гендерный пазлик. То есть издалека видно, что это идет мужчина, издалека, издалека, когда борода. То есть ты имеешь в виду это символ мужественности, да, чисто гендерный такой признак, который сегодня очень, кстати, культивируется в обществе. Да, да, да. Брутальность подчеркивается, харизма какая-то. Ну ты так даже говоришь об этом тогда, такой определенной сексуальностью какой-то, в этом тоже что-то есть. Но на самом деле несколько лет назад бородатые мужчины вдруг стали опять в моде, бороды стали отращивать все, и футболисты, и экономисты, и артисты. И если вот каким-то образом кто-то мечтает так стать модным, стильным, кому-то это надо, вот, например, для работы, для самосовершенствования, то есть на самом деле мужчины, ну, которым просто необходима борода. Например, кузнецы. Так вот, дорогие друзья, зачем кузнецу борода? Вопрос нашего сегодняшнего конкурса. По телефону 342243 вы можете высказать любые свои предположения, ну, а правильный ответ сегодня станет победителем этого конкурса, и победитель получит пригласительный билет на двух человек на выставку «Гомельский постмодернизм», которая открывается уже завтра, внимание, во дворце Румянцевых-Паскевичей. Итак, вопрос еще раз напоминаю, зачем кузнецу нужна борода? Телефон 342243. Звоните, отвечайте на вопрос конкурса и делитесь своими секретами красоты и привлекательности на каждый день. Сразу после рекламы мы расскажем, как быстро и просто навести красоту. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Что же такое талон красоты? Вот на кого мы стремимся быть похожими и что делать, если, допустим, вот ваше лицо, ваша фигура, ну, кардинально отличаются от того, что мы видим, например, вот в глянцевых журналах. В общем, далее в нашей программе поговорим о разнообразии красоты и недовольстве собой. И, конечно же, без психолога здесь не обойтись. Людмила, вот согласись, канон красоты – штука такая динамичная. Вот интересно, что вообще такое талон красоты? Почему мода сегодня именно такая, какая, вот как ты считаешь? И от чего это, в принципе, зависит? Расскажем. Наташа, знаешь, здесь очень много таких подводных камней, вот если мы размышляем на эту тему, да, кому… Нужно просто задать вопрос, какого уровня, кому выгодно постоянно менять эти эталоны красоты? Кто их создает, эти эталоны красоты? Ну, вот смотрите, открываем журнал, и там написано, ты что, еще не купила там, например, зеленые кеды? Да уже весь мир, посмотри, это ходит в зеленых кедах, это ходит, а ты еще не ходишь… То есть производитель обуви, ты считаешь? Конечно. Дальше открываем другой журнал, да. Как? Ты не пользуешься этой косметикой? У тебя щеки там не напудренные, ты не напомажена… Все понятно, производитель косметики. Производитель косметики. Дальше. Как? Ты еще не 90-60-90? Наши инструкторы, правда, по фитнесу. Далее. Как? Ты весишь там 100 килограмм здорового образа жизни и питания и так далее? Не знаю, ни в зеленых кедах, ни в здоровом образе жизни я не вижу ничего плохого. Если это происходит таким образом и формируется эталон красоты, почему нет? А тебе нравится то, как сегодня выглядят люди вокруг тебя? Ну, знаешь, Наташа, вот во всем, наверное, нужен баланс. Да, баланс. Ну, когда я, например, вижу такие высказывания, что ты должна соответствовать, и вот такая-то мода нынче, вот фиолетовый цвет этой весной и больше никакой, или там черный, я всегда удивляюсь. Ну, как это все должны одевать фиолетовый цвет? А сейчас ты будешь удивляться еще больше. Татьяна, а какой фиолетовый, зеленый, что в моде этим летом? В моде и не только летом всегда это гармония с самой собой. Я полностью согласна? Вот, мнение. Золотые слова. Аплодисменты. Золотые слова. Будь в гармонии с самим собой. Просто, Наташ, то, что мы все время должны измерять что-то в себе и думать, дотягиваю я до этого эталона или не дотягиваю, и мы превращаемся в невротичных женщин, понимаете? Иногда и мужчины превращаются в невротичных мужчин, которые, да, начинают очень пристально, например, срениться. Я бы очень хотела это в корне поменять, вот хотя бы в нашей Гомельской области. Ну что ж, мы приблизительно вот приближаемся, я скажу, к этому, да, сегодня попробуем, ну не то, чтобы поменять, но по крайней мере разобраться в этом вопросе в прямом эфире. Люд, вот часто ли вообще в твоей практике встречаются люди, которые недовольны своей внешностью? И кто это чаще всего, мужчины или женщины? Ну, если человек не самодостаточный, то он очень часто смотрит на какой-то образец и говорит, я вот не похож, там вот еще усы вот на сантиметр вот надо подрастить и буду такой, как Макс. Да, там. И мы сопереживаем этому человеку. Или девушка говорит, вот подращу, а что же она там подращивает, вы же знаете, у нас есть пластическая хирургия, да, работает на это. Это люди не самодостаточные, они живут в чужих сценариях. Если человек в своем собственном сценарии, то хозяин, барин, хочу рыжая, хочу черная, хочу длинная юбка, хочу там красная кофточка. Скажи, мужчины или женщины чаще вот в твоей практике сталкивались с такими проблемами и как ты им помогала? Наташа, раньше это были девушки, девушки, женщины, молодые. Мужчинам, наверное, сложно открыться. Да, мужчинам сложно открыться. А сейчас это сплошь и рядом парни, молодые парни, которые говорят, не такой, и рассказывают, что не такой. Это не то, это не то, это не то. Люд, что ты обычно советуешь людям, которые приходят к тебе за помощью? Вот как измениться, если ты недоволен своей внешностью? У меня вот есть два рецепта, которые я вывела специально к нашей программе. Ну что ж, давай, попробуем их записать, чтобы, да, все смотрели. Да, вот ради этого я одену свои волшебные очки. Давайте поможем, да, поддержим. Вот, ну, знаете, как вот был в истории, да, вот у нашей российской Юрьев день, да, когда освободили крепостных, да, и сказали, все, идите вам свобода, да. Вот я хочу, чтобы сегодня мы освободили себя от комплексов, и первое, что нужно сделать, это прекратить, какое безобразие, я сейчас скажу, чтобы без ошибок, прекратить. Так, что-то уже нам запретили, девочки, делайте, обратите внимание. Да, правильно написала, прекратить, измерять себя, измерять. Люда, ты понимаешь, так можно и не измерять себя. Смотри, Наташа, в килограммах. Так, я же говорю, юбки сами себя измерят твои. И в сантиметрах. Первое, прекратить. Понимаете, мы не мешок с рисом, да, не мешок с бульбой, ну, не надо нас взвешивать на килограмм и говорить. У тебя лишний вес, откуда ты знаешь, лишний или это как раз то, что нужно. А второй момент, да, второй момент. Помни, вот на одной из передач я говорила, мы эксклюзивные творения, ребята, поразмышляйте над этим. Помни о своей эксклюзивности. Я придумала, что нам нужно выбрать такой беспроигрышный вариант измерения своей эксклюзивности. Например, измерять себя в чем? Например, в монолизах. А, сколько вам не монолизов? Да, сколько вам не монолизов. Вам не несколько будет. Пусть, например, десятка, это будет наивысший балл себе. А если вот сегодня чуть-чуть, например, как ты, Наташа, себя чувствуешь, да, можешь сказать. Ну, баба-яга здесь может подходить иногда? Сегодня на три монолизы, да, я себя чувствую. Но самое главное, пусть это будет шутливый способ измерения, но вот это безобразие нужно прекратить. Спасибо. Здесь кроется болезнь и истеричность. А я бы хотела, чтобы мы были счастливые, красивые, радостные. Спасибо, Людмила, спасибо. Эксклюзивные. Ну, да, оригинальные очень советы. А на самом деле у нас сегодня в гостях есть женщина, которая, как мне кажется, всегда довольна собой. Это Татьяна Калачева. Эти аплодисменты, да, еще раз поддержим Татьяну. Спасибо. Ну, слушай, Татьяна, я знаю, что вы ведете очень активный образ жизни, у вас очень интересная работа. Вы педагог, вы много путешествуете, вы занимаетесь саморазвитием, рукоделием, вы постоянно что-то кулинарите, и при этом роскошно выглядите. У вас глаза горят, это то, что любит больше всего Людмила Тутынина. Ответьте на вопрос, в чем же ваш секрет, Татьяна, расскажите. Секрет прост, я стараюсь жить на позитиве, стараюсь улыбаться, стараюсь дарить счастье и радость людям. А сколько у вас Мон Лиз, вот как вот вы сегодня ответили? Максимально 10? Максимально 10. 10. Или даже 100. Наташа, у нас рождается новый талон в Гомельской области. О, спасибо. 10 Мон Лиз. Так, значит, ваш секрет это в хорошем таком, скажем так, в оптимизме по жизни, да? Ну, не зря вы сегодня у нас рядом с тарелочками. Расскажите, что будете готовить и почему именно с этого решили вообще начать? Начинаю утро обычно со стакана горячей воды и со здорового завтрака. Как я считаю, он здоровый, порядка 8 лет, я уже ем на завтрак творожок, приправленный различными полезными семенами. Татьяна, мне придется вас немножко остановить. Пока вы начнете готовить это блюдо, мы поговорим с нашим телезрителем, который дозвонился в студию. Дорогие друзья, очень надеюсь, что это телезритель, который хочет поучаствовать в нашем конкурсе и знает ответ на вопрос, зачем же кузнецу нужна борода. Добрый вечер, давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, это Наталья. Наталья. Постоянный, активный участник. Активный наш телезритель. Наталья, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, зачем кузнецу борода? Вариант мой, это место, наверное, полотенца, чтобы вытирать пот и, как говорится, руки об бороду вытер и все. Ну это мы о чистоплотности, типа, да, Максим, сейчас поговорили? Наталья, вы знаете? В старину уже не было этих полотенц, а человек потел, так вот он лицо вытер и сразу руки об бороду вытер и все. Бедные кузнецы. Температурный режим, зимой согревает, а летом охлаждает лицо. Наталья, спасибо, у вас удивительный вариант ответа, эти аплодисменты для вас, но, к сожалению, это неправильный ответ. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили в студию. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, зачем кузнецу нужна борода? У вас есть возможность выиграть пригласительный билет на двух человек на выставку «Гомельский постмодернизм», которая, внимание, открывается завтра во дворце Румянцевых-Паскевичей. 34-22-43, мы ждем ваших телефонных звонков и также ваших рецептов красоты. Ну, а Татьяна у нас готовит, как она считает, полезный и, насколько я понимаю, очень вкусный завтрак. Итак, давайте еще раз, какие ингредиенты входят в это блюдо? Нам нужен творожок, ну, возьмем грамм 100-150, затем я с вечера в стаканчике кефира, ну, может быть, меньше, чем стакан, там, грамм 100, замачиваю семена чия и семена льна, для того, чтобы они размягчились и выделили полезную слизь. Вот та слизь, которая действительно полезна организму для нашей жизнедеятельности. И они разбухают за ночь, и кефир получается такой достаточно густой. Я этот кефирчик выливаю с семенами чия и семенами льна в творожок наш, перемешиваю. Сюда я уже насыпала клетчатку, которая тоже очень полезна для организма. Клетчатка. Клетчатка, да. И клетчатка тоже желательно, чтобы минут 30 разбухла в чем-то. Но у нас во время прямого эфира мы все делаем, поэтому сейчас... А вы сейчас не волнуйтесь, все там прекрасно. Все перемешается, да, вместе с кефирчиком. Все будет хорошо, замечательно. Наташа, вот согласись, что каждая женщина – это алхимик. Да, ты не раз говорила. Конечно. Уже не раз вот я вот наблюдаю за этим действом. Алхимик. И каждая, видишь, придумывает себе свой какой-то интересный рецепт. Максим, по-моему, уже готов это попробовать. Татьяна, что еще? Это все? Нет. Вот мы перемешали тщательно. Затем я добавляю еще полезные ингредиенты. Семена кунжута. Я бы хотела, чтобы сейчас режиссер показал выражение лица нашего гастроэнтеролога, который будет комментировать. Да, возможно, здесь что-то есть несочетаемое, но мне так вкусно, во всяком случае. Семена подсолнечника мне очень нравятся. Семена тыквы я тоже очень люблю. Так, вот это все я добавила. Я перемешиваю. Вот. Ну, конечно, если это каждый день есть, так будет не 10 монолиза, а 20 можно измерять. Конечно. Главное, чтобы все это не выросло внутри. Ну, Максим, вот видишь, чисто мужской такой хозяйственный подход. Татьяна, и что еще добавляешь? Так, затем я все это дело поливаю метком натуральным. Так, сейчас. Вот так. Сразу и обед, и ужин. Красивенько поливаю. И обычно я присыпаю ягодками по сезону или фруктами. Ну, у нас сегодня есть банан. Да, у нас сегодня есть только бананчик, тоже будет очень вкусненько. Мы добавим, я заранее его примяла вилочкой. Так, вот добавляю бананчик. Все это я перемешиваю. Так. Когда можно пробовать это блюдо? Сейчас будем пробовать. Ну что ж, пока мы все перемешиваем, у нас есть еще один телефонный звонок. Может быть, это правильный ответ все-таки на вопрос нашего конкурса. Зачем же кузнецу борода? Дорогие друзья, звоните 34 22 43. Ну, а пока послушаем вариант ответа нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться. Слушаем вас. Меня зовут Олег Иванович. Здравствуйте, Олег Иванович. Скажите, зачем кузнецу борода? Я считаю, что борода кузнецу нужна в двух случаях. Один случай, значит, первый случай, это очень удобно вырвать волосок и проверить, как острое изделие, готово ли оно. А второй вариант? А второй вариант. Он предохранял, если кузнец сильно разжигал огонь. Вам подсказывают или вы... Огонь, борода защищала лицо от ожогов. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что... Спасибо за эти варианты. К сожалению, они неправильные. Лишь потому, что, мне кажется, не хватит бороды постоянно выдергивать из нее. Да, вот Макс... Так появился старик Катабыч. Так, да. Иначе бывало желания. А на самом деле, дорогие друзья, все намного проще. Подумайте, с чем работает кузнец и зачем действительно, почему без бороды кузнецу никак. Это очень удобно. Очень удобно. Но спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Эти аплодисменты для вас. Ну что, дорогие друзья, конкурс продолжается. Зачем кузнецу борода 342243? Звоните, пожалуйста, а у нас готов десерт. Да? Да. Максим, хочешь попробовать? С удовольствием. Так давай, давай, скорее. Мы поддержим. Спасибо. Итак. Итак, это завтрак, ты имею в виду. У тебя сегодня будет и завтрак, и, наверное, ужин, я думаю, еще. А потом еще в релаксацию. Только честно. Я скажу. Это мужской вариант или женский все-таки, как ты считаешь, более завтрака? Ну что, что вариант для всей семьи. Для всей семьи ты считаешь? Спасибо большое, Тепан. Татьяна, спасибо вам большое. Ну что ж, теперь слово Татьяне Гавриленко. У нас в гостях врач-гастроэнтеролог. Татьяна, ну вот никак без твоего комментария этого блюда скажи, пожалуйста. Как ты считаешь, такой завтрак всем подходит? Имеет право к существованию, но не всем подходит. Для абсолютно здорового человека, наверное, это хорошо. Если есть какие-то уже соматические заболевания, то тут надо фильтровать, какие компоненты туда добавлять, какие нет. Потому что блюдо очень многокомпонентное. Может вызвать неизвестно какие-то последствия, да? То есть тебя насторожило большое количество семян каких-то, да, вот ингредиентов. Что бы ты, например, ну как бы ты его отредактировала, это блюдо? Если нравится, значит, надо наладить пищеварение и нравится, то семена чия оставить и семена льна. Уже что-то другое, может быть, на следующий день, там, как-то чередовать. То есть можно такой десерт чередовать? Совершенно верно. Сегодня семена одни, завтра семена другие, вот в таком вот духе. Один вариант сделать сладкий, один вариант, может быть, сделать какой-то более там соленоватый, прорастить какие-то семена, возможно. Тогда мы получим больше полезных микроэлементов в этих проростках, да. Те же самые, говорю, семена льна, они прекрасно растут. И продаются у нас в магазинах именно для проращивания. Спасибо большое, Татьяна, спасибо тебе и вам, Татьяна. Ну, на самом деле, вот есть такое выражение, что в тарелке, то и на лице. Вот, Тань, как наша внешность зависит от питания? Очень сильно зависит от питания, да. 50% физические нагрузки образ жизни и 50%, наверное, питание зависит. Потому что если человек злоупотребляет быстрыми углеводами, жирами, сахарами, какими-то экстрактивными веществами, которые содержатся там в копченых, консервированных вещах, это все имеет отражение на коже лица, на общем состоянии человека. У меня есть подруга, красивая, стройная. Она ест несколько шоколадок в день. И я вот все время вспоминаю слова диетолога, твои слова, которые говорят, что сахар вредит внешнему виду и вообще нашему организму. А как так получается? Вот один человек ест много сахара, и нормально, а второй чуть-чуть, и уже как-то... Мы все очень разные. Есть понятие разные метаболизаторы. Кто-то быстрый, кто-то медленный. Одни вещества мы усваиваем так, другие вещества усваиваем по-другому. Шоколад тоже бывает разный. Можно есть только черный, горький шоколад. И пользы, конечно, от него будет гораздо больше. А можно есть те, которые такие уже с добавлениями растительных... С варки, да? Да, и с добавлениями какими-то. Конечно, уже эффект будет совершенно другим. А как ты относишься к диетам и разгрузочным дням, когда речь идет о внешности? Диета должна сочетаться с физическими нагрузками однозначно. Потому что монодиета какая-то или соблюдение конкретно только диеты, она мало к чему хорошему приведет. Вы любите стресс? Я нет. И организм не любит стресс? Он не любит. Как только человек начинает терять массу, тут же начинает терять эластичность кожи. И где-то вот быстрое снижение веса, оно ведет к тому, что появились круги под глазами. Где-то что-то обвисло на лице, где-то обвисло на животе или на другой части. Максим, надо спать и расслабляться. И тогда мы будем вечно молодыми. Организм должен быть в тонусе. Не только в плане голодания какого-то или себе в чем-то ущемлять надо. Но надо себя двигать куда-то. Будет расход энергии, будет все хорошо. Спасибо большое, Татьяна. Дорогие друзья, мы продолжаем наш конкурс. Зачем кузнецу борода? Ждем ваши варианты ответа. Мне подсказывают, что есть еще один вариант от наших телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Поделитесь, пожалуйста, своим вариантом ответа. Зачем же кузнецу борода? Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что кузнец работает... Алло. Да, мы вас слушаем внимательно. Кузнец работает огнем, жаром. Ну, с горячей сетки. Так. Поэтому кузнецу борода нужно пот вытирать. Пот вытирать. Какие чистоплотные у нас мужчины сегодня. Нет, нет, нет. Не потому что чистоплотные, а потому что, ну, заливая глаза, пот, понимаете, он мешает работать. То есть вы считаете, что кузнец, который находится вот в этой жаркой, в жарком помещении, да, своей бородой просто вытирает пот или как? Я правильно вас понимаю? Да, 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 да. У вас больше нет никаких вариантов? Что-что? У вас вариантов больше никаких, нет? Нет. Спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас. К сожалению, к сожалению, это неправильный ответ, да, к сожалению. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Зачем кузнецу борода? 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Мы очень ждем ваших телефонных звонков и продолжаем нашу программу. Коротко, если можно, ответы на вопросы зрителей в Вайбере. Наталья спрашивает, каким должно быть питание, чтобы избавиться от перхоти? Надо исключить жирные и быстрые углеводы, легкие углеводы. То есть хлеб, булочки, печенишки? Совершенно верно. То же самое, как и с прыщами на лице. Перхоть любит среду, когда выделяется кожное сало. В этой среде она хорошо будет размножаться. Перхоть, по сути, это грибок. Поэтому ему надо создать нужные условия. При хорошем питании, то есть исключениями вот этих продуктов, да, которые... Еще раз напомним. Экстрактивные содержатся у нас, это все копчености, все консервации и определенные виды специй. Там чеснок, перец, острое что-то, жгучее что-то, да, аджики какие-то, соусы такие крепкие. Поэтому это надо будет исключить. И легкие углеводы, это все наши кондитерские изделия и обычный сахар. Спасибо, Татьяна. Печеньки. Печеньки. Да. Люд, ну, мне кажется, все хорошо, и перхоти нет, так что, мне кажется, ты можешь спокойно печенюшки употреблять. Александра задает очень интересный вопрос. Можно ли контролировать седину с помощью питания? У мужчин, наверное, нет. У женщин еще можно попытаться, потому что появление седины, это все-таки относится больше к гормональным изменениям, да. Если женщина хочет немножко как-то подвинуть время своими на паузы, то, наверное, это можно попытаться сделать. Но это должно быть крайне грамотно и только с советом врача. То есть конкретного продукта нет, да, который поможет вам? Спасибо большое. Татьяна, я заметила, вы любите все натуральное. Вот такой прекрасный завтрак сегодня для нас сделали. А вот какие средства по уходу за внешностью вообще используете? Это какие-то дорогие торговые марки или все-таки простые бабушкины рецепты? Я смотрю, какие-то вот бутылочки появились в студии. И мне интересно, что это вообще такое. Вы знаете, что я пробовала много чего в своей жизни, и дорогая элитная косметика, и белорусская, и натуральная. И сейчас я пришла к тому, что я научилась сама делать косметику, уходовую косметику, в том числе и гидролаты мои любимые, которые мне помогают хорошо выглядеть в том числе. А что это такое вообще? Вот расскажите, потому что, честно говоря, никто из нас не знает. Гидролат – это паровой дистиллят растений, трав, кореньев, который делается в специальном сосуде, который называется аламбик. То есть это какой-то концентрации, травы какой-то, я правильно понимаю? Нет, это дистиллят. То есть паровая, как нельзя сказать вытяжка, это концентрат полезных веществ определенного растения, вот сейчас гидролат розы у меня в руках, которые через пар попадает, пар конденсируется, попадает, получается вода, которая… То есть вы это все делаете сами? Цветочная вода. Дома, в домашних условиях? Да, дома делаю. Сами собираете травы и делаете подобную вот цветочную воду? Сама собираю, привозят друзья, родственники, сама, когда путешествую тоже. Мы вот с дочкой и с внучкой были в Турции, привезли пол чемодана сосны, можжевельника, эвкалипта, там, что мы еще привозили? Все, что я могла сделать из чего гидролат, я привезла, пол чемодана, я переживала, как там пройдет таможня, что там это, все хорошо. Да, конечно. Какие-то древние рецепты. Алхимия, правда? Алхимия. Да, настоящая, причем дома, я так понимаю, это все происходит. Вкусненько пахнет. А чем это так? Это гидролат. А можно как-то привезнуть? Да, конечно, можно. А для чего вы его используете вообще? О, даже так можно? Да, конечно. То есть это для кожи, да? Для кожи замечательно. Даша, хочешь по нему? Пахнет цветами. Я потом, спасибо большое. Пахнет цветами, да? Крымская роза, да. Да, очень так это. А чем вот отличается от цветочного отвара вот такая вот цветочная вода? Цветочный отвар, когда мы завариваем какую-то травку, да, в водичку, в этот сам отвар попадает и полезное, что содержится в растении, и то, что может быть вредное. Там соли тяжелых металлов, может быть пыль какая-то. В гидролат, в цветочную воду не попадает то вредное, что может содержаться в растении, попадает только полезное. То есть это дистиллят, который хранится до четырех лет. У меня первый гидролат лавра я делала, два с половиной года, маленькая бутылочка, хранится в холодильнике, вот в такой вот обычной бутылочке. Хотя гидролаты я храню в стеклянных баночках специальных. Татьяна, ну вы расскажите нам в двух словах, что же вы с ним все-таки делаете, кроме того, что вот вы Людмилу попырскали себя, Макса попырскали сейчас. Что это вот? Очень, очень хорошо использовать вместо тоника. Да. Можно замораживать и протирать кожу лица льдом, гидролатом, льдом из гидролата. Можно очень хорошо использовать для волос, то есть разводить маски, можно наносить на волосы, втирать в кожу головы. Это такой концентрат полезных каких-то цветочных веществ. Да, цветочных веществ, которые содержатся в определенном растении. Вот здесь гидролат лаванды, гидролат розы, гидролат крапивки. Вот, на самом деле очень полезно выглядит хорошо и кожа, выглядит хорошо и волосы. Очень хорошо добавлять ванночки деткам. То есть вместо отвара гидролат того же растения, той же лаванды, той же календулы. Вот почему вы так хорошо выглядите. Спасибо большое. Эти аплодисменты для вас, Татьяна. Спасибо. Но в любом случае, мне очень интересно, как же прокомментирует такую цветочную воду один из самых известных в нашей Гомельской области стилистов. Это Татьяна Левшунова у нас в гостях. Таня, ну я увидела удивление какое-то на лице. Если честно, я просто удивляюсь, количество способов и средств для того, чтобы поддерживать свою красоту. Слышали, на самом деле, впервые от таких средств очень интересно. То есть про цветочную воду подобную вы никогда не использовали. Труженица, правда? Это сложно попробовать для начала. Да, вот очень попробовать и посмотреть, какой эффект, очень интересное средство. Спасибо. Дальше мы в нашей программе обязательно расскажем еще советы, как за собой ухаживать от Татьяны Левшуновой. Но у нас, мне подсказывается, опять есть телефонный звонок. Вот так вот, дорогие друзья, сейчас наверняка мы узнаем, зачем же кузнецу нужна борода. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Участвуйте, пожалуйста, в нашем конкурсе. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь. Любовь, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вот как вы считаете, вот подумайте, зачем? Для определения температуры металла. Еще раз. Для определения температуры металла. А как он это делает, вот как вы считаете, определяет? Ну, может там какая-то влага вот создается. Вы знаете, как делают это кузнецы? Они подносят металл к бороде, и если волосок закручивается, то... А значит она разорвается. Ну, вы знаете, вы, в принципе-то, правильно ответили на вопрос. Просто, ну, немножко механизм не до конца рассказали. Вы победили в этом конкурсе. Аплодисменты для вас. Вот так вот, дорогие друзья. У нас было несколько телефонных звонков от мужчин, которые так и не смогли выиграть пригласительный билет. А вот нашей телезрительнице удалось. Спасибо большое. У нас еще будут конкурсы. Ну, а вот этот пригласительный билет на двух человек на выставку «Гомельский постмодернизм», который открывается завтра во дворце Румянцевых, Паскевича, конечно же, достается вам. Дорогие друзья, есть несколько вопросов в Вайбере. Это советы от наших телезрителей. Если надо куда-то вечером пойти, я кладу на глаза, сообщает нам Елена, использованные пакетики чайные, теплые, и лежу, пока не остынут. Очень тонизирует кожу вокруг глаз. Вы знаете, Елена, я тоже попробую сегодня вечером. По крайней мере, Макс, хороший вариант расслабиться. Да, да еще вспомнить гимнастику и советы Людмилы. Интересный совет. Спасибо большое. Виктория задает вопрос. Может быть, мне кто-нибудь даст совет, что делать, чтобы увлажнить кожу на теле и сделать менее жирной на лице? Вы можете что-то посоветовать? Отлично. Гидролат, лаванды. То есть лаванда, в принципе, это тот цветочный, как бы... Универсальное, такое достаточное средство. Которое поможет коже. Которое поможет увлажнить кожу. Цветочная водичка волшебная. Спасибо большое. Татьяна, ваш какой совет будет наш телезрительница Виктория? Ну, во-первых, выяснить факторы, почему, и причины, да. Потому что, если это какая-то разовая поход куда-то, то это можно сделать с помощью декоративной косметики. Немножко убрать бреск, да. Но если это постоянная проблема, то нужно уже, как бы, правила питания посмотреть, да. Что все-таки изнутри, изнутри идет проблема. Понятно. То есть просто так вот взять и пойти как-то избавиться от жирной кожи, это очень сложно. Да. Хорошо, Людмила, мне вот интересно, есть ли у тебя какие-то хитрости, вот как восстановиться после сложного дня, как выглядеть хорошо вот на завтра, если вдруг у тебя какая-то встреча? Расскажи, как ты... Наташа, я очень часто использую, ну, способ обычный. Ванна, теплая водичка и пачка соды. Да. Вы когда-то уже слышали такую рецепт. Мы когда-то, да, когда-то я об этом говорила, я являюсь приверженцем этого способа и очень эффективно действует. Но то, что я рассказывала сегодня Максу, этим способом я пользуюсь постоянно, да. То есть закрыть глазки, сконцентрироваться на себе и убрать все лишнее, все лишние мысли, которые тебя могут одолевать. Это практика обыкновенного равновесия, что ты сам в себе пребываешь. Дорогие друзья, мне кажется, самое время вот найти сейчас в прямом эфире это равновесие. И поможет нам в этом, конечно же, Макс Лоренс. Вот прямо сейчас на Беларусь-4 для вас поет Макс Лоренс. С удовольствием. Стоп, боль, остановись, где ты есть от зависья. Я давно пытаюсь найти ключи к раненому сердцу. Ты не бойся меня и не беги от огня. Знай, я смогу его удержать. В зоне килогерца сделай вдох И поверь мне, у любви нет сомнений Стираю мысли, бегу обратно Нет больше смысла, не так понятно Мое запение, твое притяжение Стираю мысли, бегу обратно Нет больше смысла, не так понятно Мое спасение, твое притяжение Вкус слез наедине И мы танцуем в огне До ней успев просто убежать От этого безумства Драйв под кожей внутри А ты возьми и сожми Силой воли своей в кулак Обиженные чувства сделай вдох И поверь мне, у любви нет сомнений Стираю мысли, бегу обратно Нет больше смысла, не так понятно Мое запение, твое притяжение Стираю мысли, бегу обратно Нет больше смысла, не так понятно Мое спасение, твое притяжение О, стоп, боль, остановись Верь мне, только держись Я давно пытаюсь найти ключи К раненому сердцу Свет мой зеркальце скажи Да все правду доложи Реально, Свете Всех милее, всех прекрасней Как там дальше? Всех румяней и белее Всех румяней и белее Спасибо, Людмила Дорогие друзья, вот из какого Произведения Эти строки Кто автор этих строк? Это конкурс, который продолжается Времени осталось не так много В прямом эфире 34 22 43 Пригласительный билет На выставку во дворец Румянцевых паскевичей Ждет своего героя Итак, пожалуйста Назовите автора этих строк Свет мой зеркальце скажи Да всю правду доложи Яль на свете всех милее Всех румяней и белее И обязательно из какого Они произведения Вот скажите Хорошо, да, вот в сказке Вот есть такое волшебное зеркальце А вот в нашей реальности Каждое утро мы видим Зеркалье, ну, не всегда То, что, наверное, хотелось бы Вот, как вернуть красоту Сегодня делимся Наши телезрители Также делятся своими советами Татьяна делает маски Из травяных отваров Ольга говорит, что баня Бассейн по выходным Дают ей заряд хорошего настроения На всю неделю Ну, да, Ольга интересный Такое Не каждый, скажем Может себе это позволить В плане времени, наверное Бассейн и баню Ну, что ж Мария говорит, что Убрать мешки под глазами Ей помогают огурцы А я вот все жду Когда будут уже Огурцы на глазах Да, и какие-то там Холодные ложки Оказывает Подождите, какие холодные ложки А, она держит в холодильнике 10 минут Ложки И затем в холодные Накладывает их под глаза Мария, вы Победили сегодня По всем статьям Эти аплодисменты для вас Такого Такого на самом деле Совета я не ожидала Огурцы и холодные ложки Спасибо Мне кажется, это безвредно Попробовать Насколько потом Она может определить себя В монолизах Интересно Ну, а на самом деле Как же быстро И просто навести красоту Расскажет стилист Татьяна Лишунова Татьяна, жаркое лето И вот ваш главный совет Как ухаживать за собой За своей кожей Вот в такую погоду Ну, во-первых Кардинально неправильно Используются одни и те же средства И зимой, и летом Эти средства Выполняют разные функции Летом Какие у нас воздействуют Факторы на кожу? Это высокая температура Пыль, загрязненный воздух Кондиционеры в наших помещениях Мы выезжаем на моря Соленая вода Вот поэтому Летом рекомендовано Наносить солнцезащитный крем С достаточной СПФ-защитой Соблюдать водный режим Как и питьевой Так и режим умывания Что касается макияжа То он должен быть легкий И невесомый Это использование Флюида BB крема Если слышали Это такой гибрид Между увлажняющим кремом И тональным Он довольно легкий Просто выровняет цвет лица И при этом Не будет эффекта маски Вот Увлажненные губки И прокрашенные реснички Например, как вариант Потому что Потекший от жары макияж Не есть Не смотрится эстетично Если Можно отказаться И вовсе от тонального средства Просто реснички Вот смотрите Вот вы профессиональный стилист Да Вот У нас такая красивая женщина Сегодня в Газе У нас все с ней красавицы Но вот Татьяна у нас Да Вот скажите Что бы вы посоветовали Может быть Ну как бы так вот Татьяне В внешнем виде Скажем Чтобы просто еще Подчеркнуть Ее красоту и характер Знаете Ну не поворачивается У меня язык Что это совет Я могу только посоветовать Брать пример с Татьяной Спасибо Спасибо Хорошо А вот мужской образ Подредактировать Сложнее Вот чем женский Например Вот что бы посоветовали Максу Ну на мой взгляд Мужчина при всей своей Опрятности Ухоженности И лощенности Должен не растерять себе Вот это мужское И по-моему здесь полная гармония И внутри и снаружи Татьяна спасибо большое Вот это советы Ну что ж Макс Вот так вот плавненько Мы подвели к тому Что без Никак мы не можем жить Без твоих песен Сегодня в прямом эфире Можешь еще что-нибудь Для нас А что это вообще Будет сейчас за песня Позвучит А песня Вагоны называется Она имеет какую-то свою историю Почему вагоны Она Это история про тех людей Которые Постоянно ищут какое-то свое счастье Пристанище И для тех Кто зачастую одинок Поскольку он идет За какой-то мечтой В какой-то большой город Это песня Про маленьких людей Которые ищут Счастье в больших городах Но не всегда Оно им удается Так вот Эту песню написал Специально для них Чтобы они верили И не сдавались Спасибо Это называется вагон Конечно же она о любви Ну и куда же мы тянемся Мы в город Тянемся не только за работой В мегаполис А еще найти свою вторую половину Потому что Шансов-то больше Потому что мегаполис Вот так что Песня про любовь Итак вагоны На Беларусь 4 Этот город надежды Стал таким чужим Он легко свежий воздух Превращает в дым Незнакомые лица И следы олей Не дают мне проститься С мыслью о тебе Я не знаю Я не понимаю Как же все произошло С поездами письма Отправляю Но пустые вагоны Встречают перроны Из ниоткуда Ко мне пришла И растворилась навечно Я буду помнить тебя всегда Буду любить бесконечно Из ниоткуда Ко мне пришла И растворилась навечно Я буду помнить тебя всегда Буду любить бесконечно В этом городе солнце Стало так темно И уже не вернется К нам его тепло Мне осталось проститься С этой пустотой И забыть все Что было Здесь у нас с тобой Я не знаю Я не понимаю Как же все произошло Поездами письма Отправляю Но пустые вагоны Встречают перроны Из ниоткуда Ко мне пришла И растворилась навечно Я буду помнить тебя всегда Буду любить бесконечно Из ниоткуда Ко мне пришла И растворилась навечно Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно Из ниоткуда, из ниоткуда, ты пришла ко мне Ты пришла ко мне Из ниоткуда ко мне пришла и растворилась навечно Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно Я буду помнить тебя всегда Буду любить бесконечно Как он это делает, как он поет такой любви Как он пишет такие песни, Макс Спасибо, спасибо большое Макс Лоренс на Беларусь4 Дорогие друзья, времени осталось очень мало У нас конкурс еще продолжается Подсказывает, есть телефонный звонок И напомню, что это был за вопрос Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи Яль на свете всех милее Всех румяне и белее Вот кто автор этих слов И из какого произведения эти слова Слушаем нашего телезрителя Добрый вечер, вы в прямом эфире Давайте с вами познакомимся Здравствуйте, меня зовут Александра Так, Александра, как вы думаете? И вообще часто ли вообще говорить себе Вот так вот перед зеркальцем Яль на свете всех милее Стараюсь каждое утро для поднятия настроения Молодцом, эти аплодисменты для вас Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы Кто придумал вот этот такой девиз Для каждой женщины? Если я не ошибаюсь, то Александр Сергеевич Пушкин Сказка о спящем времени О семи богатырях Правильно, пригласительные билеты для вас Завтра отправляйтесь на выставку На новую выставку Дворец Румянцева и Паскевича Спасибо большое А можно задать вам вопрос По поводу секрета красоты? Есть какой-то, ну, которым вы можете Поделиться с нашими зрителями Что позволяет вам каждый день Вот выглядеть привлекательной Вот такой вот красавицей Расскажите нам Ну, я считаю, что главное Это как ты сам к себе относишься Если ты любишь себя То окружающие себя тоже будут любить И считать себя красивой Скажите, вы ужинаете? Позволяете себе такую роскошь? Да Это никак не сказывается на вашей фигуре? Нет Счастливые аплодисменты для вас Спасибо большое Татьяна, я не зря спросила про ужин Для начала хотелось бы Обещанное, скажем так, меню красавицы Мы обещали нашим зрителям Да, что ты сегодня расскажешь Что же это за меню должно быть у красавицы Чтобы быть всегда обаятельной, привлекательной Счастливой, красивой, любимой и так далее На первом месте это вода Всегда вода Да, баланс должен существовать обязательно В любую погоду, зимой и летом Должна должна быть вода, присутствовать Просто варьируется количество по сезону, конечно Значит, второй момент, который нам обязательно нужен Это витамин D Для женщин это крайне важная вещь Витамин D, йод Это те вещи, которых у нас, к сожалению, не хватает Ввиду нашей, так сказать, территории проживания У нас есть слайд Мы, наверное, попрошу режиссера показать его И, может быть, тогда будет более понятно, о чем мы говорим Итак, вода Витамин D Витамин D Витамин D и йод Это в основном морепродукты какие-то Орехи содержатся и рыба Рыба нам очень сильно нужна Молочные продукты, ну тут по переносимости Конечно, я бы рекомендовала больше кисломолочных Поупотреблять, нежели из цельного молока Приготовленных Значит, овощи, фрукты Мы уже говорили неоднократно Это 400-600 грамм в сутки надо Потому что нам обязательно надо кормить нашу дивную, полезную микрофлору кишечника От нее зависит 80% нашего состояния, наверное, здоровья Листовые овощи, салаты, какие-то фрукты, овощи Желательно, конечно, выбирать по сезону и по нашей территории проживания Какой-то особой экзотики, ну, наверное, не стоит злоупотреблять Потому что каждый организм привык к чему-то своему родному Из каких-то таких импортных овощей я бы все-таки рекомендовала Обратить внимание на авокадо Авокадо, потому что очень полезная такая штука В которой содержатся омега-3 кислоты Он помогает держать кожу в тонусе Помогает поддерживать правильный обмен веществ Я понимаю, что, наверное, ценник не всегда у нее такой достойный Но, тем не менее, иногда себя баловать надо Я вот так сижу сейчас, слушаю, думаю, как наемся я сегодня ради красоты своей Ради красоты, да А что касается красного мяса, мы тоже неоднократно обсуждали Что по международным рекомендациям Желательно вообще употреблять один раз в неделю Ничего с нами такого особого не случится Это мы берем среднестатистического человека Если, конечно, мы идем на какую-то физическую нагрузку Для увеличения мышечной массы Без белка мы жить не сможем Но, опять-таки, белок бывает разный Можно употреблять мясо Можно предпочтение отдать рыбе Можно яйца, какие-то молочные продукты То есть восполнить этот баланс можно В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим Нам в помощь врачи спортивной медицины Врачи-эндокринологи Врачи-диетологи Врачи-гастроэнтерологи Поэтому всегда можно обратиться за квалифицированной помощью В любом случае, из этого перечня я понимаю одно Что самый главный секрет в меню для красавиц и красавцев Это натуральное, поменьше жирного, поменьше мяса Совершенно верно И поменьше какой-то экзотической, скажем так Экзотики и минус фастфуд Потому что мы к этому не готовы Мы, конечно, хотим все, чтобы было быстро, замечательно Мы привыкли в жизни видеть одно окно, оно быстро Мы привыкли получить фастфуд, это быстро Но ничего не бывает качественно, то, что бывает быстро Мы должны приложить к этому определенные усилия Мы получим удовлетворение эмоциональное, внутреннее от этого И мы получим внешнее удовлетворение Когда будем смотреть на себя в зеркало и чувствовать себя хорошо Вот, кстати говоря, Татьяна Калачева предлагает нам Вот так вот немножко постараться и приготовить такой, скажем, вечерний смузи Который, Татьяна, я правильно понимаю, можно вместо ужина, да, вот его употреблять Это ваш такой вот секретный рецепт Расскажите, что это такое? Какие ингредиенты? Можно взять фрукты, любые Может быть, диетолог меня поправит Может быть, опять здесь что-то несовместимое Правильно, для того она и здесь, чтобы поправить Да, отлично, замечательно Я сегодня добавила сюда персик, бананчик и яблочко И по рекомендации диетолога семена чия хочу сюда насыпать Вот Так, и заливаем все это кефирчиком Ну, в принципе, можно еще какие-то семена, я так понимаю Да, конечно, диетолог нам подскажет, чтобы это было хорошо, правильно и полезно Чия не только модно на сегодняшний день, да, это очень интересная и полезная вещь Она, семена чия могут разбухать до 12 раз, увеличивать свой объем Таким образом натягивает на себя лишнюю влагу Если мы хотим какой-то внутренний детокс получить То есть семена чия это большой плюс и продукт, да, суперпродукт для того, чтобы это сделать Исключение составляют люди с определенным заболеванием Дивертикулярная болезнь кишечника Если она есть, то вообще вся вот эта мелочевка, она должна быть исключена из своего рациона Спасибо, Татьяна Но в нашем рецепте, который мы заранее обсуждали с вами, была еще клетчатка Да, клетчатку Клетчатку мы забыли, да, мы заменили ее этими чудесными волшебными семенами А можно, я думаю, ее можно добавить, не помешает, да? Клетчатка, Татьяна, нормально? Ну, если ее и утром, и вечером, наверное, перебор Так, то есть, можно ли, один раз в день, возможно, да? Один раз в сутки, фиксированное количество, 30-40 грамм, ее не должно превышать Тут не превышает, подождите Еще трошки-то, что-то типа этого Итак, Татьяна, вот у нас такой состав блюда Нажимаем и делаем, Максим, вот такой вот замечательный ужин Ну что ж, Максим, тебе опять придется попробовать Сегодня И позавтракал, и поужинаешь сразу Итак, давайте поддержим, Татьяна, поддержим Максима, да Максим, можешь попробовать Поедать на семянке сегодня Пока, пока Максим, да, снимает пробу Приятного аппетита Спасибо Спасибо Ну что, мы сейчас все тоже попробуем Татьяна, как относишься вообще к такому ужину, вот, в виде вот такого смузи? Для поддержания баланса хорошо Но у нас утром уже был кефир, может быть, вечером разнообразит на йогурт То есть, ну, в принципе, для тех, кто, как бы, варьирует этот, такой поздний ужин Единственное, что, опять-таки, контролировать калораж для того, что мы хотим добиться Для поддержания веса, для набора веса, для снижения веса Потому что есть такое замечательное понятие, как метаболический коридор Если мы с вечера чем-то занялись хорошим, да, физическая нагрузка Мы поработали, мы сожгли определенное количество калорий Что бы мы ни съели, оно к нам, к сожалению, или к счастью, не усвоится Это пройдет, да, это пройдет исключительно на вот эти затраты Если мы ничего не сделали, если мы вот посидели, погуляли, посмотрели телевизор Конечно, добавить лишних килограммов за ночь эта штука поможет Пожалуйста Вот даже такое смузи? Спасибо, мы будем аккуратны, Татьяна Эти аплодисменты, эти аплодисменты для вас Ну и, конечно, Максиму за смелость, да, ты еще попроси? Я скажу, да, это очень интересно, вкусно Наверное, такое, скорее всего, пил с утра Поскольку я не люблю очень много есть с утра Мой организм просыпается, спасибо, где-то ближе к обеду И тогда я уже начинаю питаться правильно То с утра такая вот волшебная еда Мне бы очень понравилось Ну что ж, завтра ты можешь вполне повторить Как и вы, дорогие друзья Ну что ж, время, наша программа подходит к концу Есть сообщения очень много в Вайбере Вот кто-то умывается из вас, наши зрители, уважаемые, минеральной водой Кто-то делает маски из огурцов Кто-то использует, вот, как мы уже говорили, чайные пакетики для глаз И умывается льдом Как видите, у современной женщины вообще все идет Да и у мужчин тоже вход, это и огурцы, и касторовое масло Вот у меня вопрос к Людмиле Людмила, вот мы сегодня услышали столько много, вот прям массу советов Как быть обаятельными, как быть привлекательными, как расслабляться, как напрягаться И все-таки, вот, на твой взгляд, что делает человека привлекательным? Только ли вот маски для лица, какие-то там отвары, трав или там правильный макияж Вот как ты считаешь? Ну вот, мы уже сегодня говорили, если не пользоваться килограммами и сантиметрами, да То мне кажется, есть смысл говорить о том, что очень привлекательный человек с добрым сердцем Или привлекательный человек, у которого искринки в глазах, он энтузиаст, занят каким-то интересным делом Привлекательный человек, который улыбается, привлекательный человек дружелюбный Мне кажется, это должно выйти, ну вот, на первое То есть ты советуешь научиться всем улыбаться, кто этого еще просто не умеет делать или забыл, да? Улыбаться, быть добрым Вот такой совет в конце нашей программы Вот такой совет красоты и привлекательности Аплодисменты, привлекательности, такие аплодисменты для Людмила Ну что ж, дорогие друзья, очень хочется надеяться, что советы нашей программы помогут вам быть красивыми, обаятельными и счастливыми каждый день Это был Добрый вечер Гомель с Натальей Волынец Спасибо всем участникам и вам, дорогие друзья До новых встреч в прямом эфире Спасибо 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 Спасибо